Южно-Казахстанец Женебек-Канебек до сих пор с волнением вспоминает о тех временах. Парню снятся жуткие сцены, которые не так давно были реальностью. А ведь начиналось все очень заманчиво и хорошо. В 18 лет я начал думать о самостоятельном заработке, чтобы помогать родителям. Знакомый пригласил меня на работу грузчиком в московский магазин. Обещал неплохую зарплату. Я поехал в Москву, условия труда в магазине поначалу были вполне сносны. Однако потом хозяева отобрали документы, перестали платить, кормили только хлебом, а работа длилась по 18 часов в сутки. Вместе с Женебеком в том же магазине, по его словам, работали еще 8 выходцев из Казахстана. Нарушителей режима хозяева наказывали палками. Стоило Женебеку попробовать освободиться, как тут же он попал под особый контроль. Меня не выпускали даже за территорию магазина. Связи у меня не было и попросил парня из Кыргызстана позвонить моей девушке в Шимкент, рассказать ей все. Об этом узнал хозяину, заставил меня позвонить родным и заверить, что у меня все хорошо. После этого казахстанца начали избивать и наказывать по любому поводу. Мне сказали, чтобы я спал с девушкой из Узбекистана. Я не пошел на это. Приближенные хозяины начали бить эту девушку. Сколько бы я не сопротивлялся, меня заставили вступить в интимные отношения с этой девушкой. Те люди были этому рады, что заставили нас совершить грех. Если наши действия или слова не нравились жене Рашида, Жанар, она заставляла своих людей бить нас по половым органам. После этого на протяжении недели ходить в туалет было мучением. Хозяева магазина Жанар, Жансулу и Шолпана открыли несколько магазинов в Москве. Всех рабочих они держали в рабстве. Избивали. Когда приходили полицейские с проверкой, нас загоняли в отдельную комнату. Только после двух с половиной лет рабства Жанебеку удалось сбежать из магазина. Однако многие выходцы из Средней Азии и Казахстана до сих пор остаются там в качестве рабов. Правоохранительные и общественные организации Казахстана предпринимают все меры по проверке и пресечению подобных ситуаций.